Об этом преступлении мы рассказывали в патрульной службе. Житель Кимр Данила Бронников обвинялся в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, убийстве, приготовлении к совершению террористического акта, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Следствием установлено, что в 2019 году 18-летний житель города Кимр изготовил и хранил по месту жительства, а также в приспособленном им тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В тот же период в районе своего проживания он нанес на зданиях и сооружениях надписи, призывающую к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, в апреле 2020 года в дневное время, находясь возле проезжей дороги на территории города Кимры, из хулиганских побуждений беспричинно молодой человек совершил убийство ранее незнакомого ему мужчины, используя изготовленное огнестрельное оружие. Помимо этого, в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обвиняемый планировал проведение террористического акта, направленного на дестабилизацию деятельности органов государственной власти на территории города Кимры. Однако его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За что вы убили человека? За дело. За дело? Он вас обидел? Да. А чем? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Не помню, не знаю, не хочу отвечать. Юноша, возомнивший себя сверхчеловеком. К своей исключительной миссии на земле этот человек хорошо подготовился. В организованном им схроне огнестрельное и холодное оружие. Столь солидную базу подкрепляет соответствующая надстройка. Нацистская символика, теракты, спланированные на свято для каждого из нас день. День победы. А свастика, это ваш символ? Нет. А почему тогда свастика? Не знаю. Свою сверхмиссию молодчик решил проверить на деле. Застрелил случайно попавшегося на пути человека. Ни за что. Но угад. Говоря языком следствия, из хулиганских побуждений. Собранные следственным отделом по городу Кимры регионального следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. В июле 2021 года выездная коллегия 2-го западного окружного военного суда в городе Твери признала его виновным. 16 лет лишения свободы, из них первые три в тюрьме. Оставшиеся 13 в исправительной колонии строгого режима. Была подана апелляционная жалоба. Апелляционным военным судом города Москвы подтвержден ранее вынесенный Бронникову приговор с увеличением срока наказания на три месяца. Приговор вступил в законную силу.